Супрацовники МНС, инспекции по маломерных суднах, Освода и прокуратуры провели суместный рейд. Специалисты проверили, и выполняют правила безопасности у лодальников лодок, катеров и гидроциклов. Под обязанности у наших корреспондентов. Летние пиры – это самый горячий час для выратовальников, инспекторов по маломерных судах. Отпочивающие выходят на воду и не за все до выполняют технику безопасности. Специалисты отзначают, что у многих лодальников лодок и гидроциклов отсутствуют правы на кирование плавальным сродкам. Судно может не иметь документа с подтвержденным техоглядом, альбо люди выходят на воду без выратовальной камизельки. Однако при этом тенденция видовочная, граждане все же стали святыми. Так, в этом году не зафиксовано ни одного аварийного выпадку на воде. По итогам сегодняшнего рейда можно сказать, что постановление не выяснилось, однако были вынесены официальные предупреждения любителям на гидроцикле, которые случайно забыли права на берегу. Ну и также мы проводили административные процедуры, проводили техосмотр маломерного судна на воде, что также входит в наши обязанности. На водоемах Гомельской области с начала года уже составлено 29 постановлений и на 29 человек, которые нарушили правила управления маломерными судами на реках нашей области. Особная проблема – неправильный выбор места для выкористания плавальных сродков. Судно можно запускать с не ближайшим за 100 метров от пляжной зоны. По час рейду комиссия вынесла попереджение уладальнику гидроцикла и так званых бананов и ватрушек. Рейды у нас будут ежедневными. Крупные нарушения, которые могут повлечь реально травмирование и гибель людей. Я считаю, что это не прохождение техосмотра, видоизмененные конструктивные особенности маломерных судов сегодня установлены не были. Были установлены нарушения, им будет вынесено официальное подупреждение прокуратурой. По час рейду супрацовники МНС проводили клумачальную работу с отпочивающими. Нагадывали им правила безопасности на воде. Но приватности сочить за детьми, не заплывать за буйки, не забывать о пронать воротовальную камизельку. Основной акцент уделяется несовершеннолетним. В период летних каникул уже были выявлены факты нахождение детей одних, без ведома взрослых, вблизи воды. МЧС напоминает, не оставляйте детей одних у воды, берегите себя и своих близких. Отпочивающие, которые выбирают для купания так званые дикие пляжи, вельми рызыкуют. Тут берег часто обрывистый, но не ровный. В выпадку небеспеки воротовальники не смогут в короткий термин прийти на допомогу. С початку этого года в Гомельской области потанули 16 человек, которые их удалось выротовать. Посоветовали бы не пренебрегать правилами поведения на воде, в первую очередь не нарушать купаться, приходить в установленные места, не употреблять спиртные напитки при купании, потому что, как правило, в первую очередь основные несчастные случаи происходят в нетрезвом состоянии и в неустановленных для купания местах. Поэтому, чтобы отдых был безопасный, не употреблять спиртные напитки у водоемов. Специалисты затекавленных ведомств не спыняют профилактичную работу, и они регулярно наведывают в прационные коллективы и разговаривают с молодцем, нагадывают правила безопасности на воде. Вероника Гамзюкова, Максим Савин, Валерий Гопанько. Телерадио компания Гомель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова